ребятушки всем привет и сегодня у меня посадочка шоколадки а-ля шоколадка раскраска конечно бомба учитывая то что есть там photoshop в этой фотографии я сейчас отредактирую эту фотографию и попробую передать более-менее приблизительно как она должна будет в будущем цвести понятное дело что бывает пересорт бывают разные ситуации реальность и ожидание несовместимый иной раз но будем надеяться я заказала именно этот сорт и вчера приехала эта растюшка да у нее был мучнистый червец я вчера срочно среагировала спиртом залила правда у меня спирт закончился почти на по пути и благодело у меня в запаске была моя обшакалка специальная на спиртовой основе я ею пропшикала растение сейчас она полежала просохла учитывая то что растение когда приезжает я стараюсь обычно вообще его не мочить и даю время согреться как минимум сутки но вчера была безвыходная ситуация и мне пришлось срочно среагировать дабы уже на первой стадии на ранней стадии сразу побороться с этим вредителем с Ириночкой мы вчера переписывали с Ирочка просто мне написала что да бывают такие случаи что не доглядела но это такое дело знаете ситуации бывают разные продавца я не ругаю но и не защищаю дело в том что у любого продавца где ни возьми бывают случаи когда растение приезжает и с кучнистым червецом и с клещом и с трипсами то есть это нормальное явление но бывает такое у меня и с тараканами приезжали у меня в новой квартире таракановый чё это конечно страшно я вообще не хочу этих живностей всех в квартире ну в общем давайте вернемся к растюшке сейчас я нагрела уже водичку разогрела до комнатной температуры и уже сюда разбавила энерген на глаз на глазик так знаете на кончике ножа как мы говорим посолили и сейчас растеньку я замочу на два часа может быть там не даже наверное на час у меня времени нет мне надо будет сейчас убегать сегодня четверг 25 марта 2021 года отмечаю сразу дату для новичков если кто когда-нибудь через год через три будет смотреть этот ролик чтобы понимали что ролик уже совершенно не свежий и сейчас замочу растюшку на час как всегда у меня эти процедуры проходят в течение час-два ну все зависит от времени и от состояния растения судя по состоянию растения и корневой растенька тургор хороший то есть принципе ее долго вымачивать не нужно обычно когда растение очень сильно обезвожено и сильно потерян тургор знаете как вот листики сморщены и так далее в том случае я вымачиваю растение где-то до двух часов ну судя по листикам и по состоянию самого растения и корневой я вижу что больше часа уже не не нужно сейчас я хочу еще раз пересмотреть растеньку я вчера так знаете резко среагировала даже не успела показать что там был мучнистый червец вот сейчас посмотрим у меня так забеляет все ничегошеньки не видно но это пятна остались еще от препаратов от садовника и тут сейчас вот как-то будет сложно что-либо увидеть так что у нас тут в пазухе какая-то белая . есть сейчас посмотрю еще гляну паутинка тут уже ватки были и диски и все что хотите да действительно вчера так резко среагировала я забыла показать наглядно этого вередителя и там еще чуть-чуть в пазухе осталось ну я сейчас вымочу растеньку у меня к сожалению спирт закончился мне придется его купить под по пути сегодня уже ближе к вечеру приеду сразу обработаю растение и опять оставлю на карантине вот такие вот случаи всегда девочки не при не пренебрегайте карантином потому что бывает недоглядел бывает такое лучше во избежание всяких неприятностей держите растение месяц на карантине если вы не уверены то лучше пусть она стоит где-то вдалеке в самом дальнем углу подальше от всех у меня на кухне сейчас растений никаких нет только на балконе то есть туда далеко ну что растение погружаем сейчас погрузим на стенку она с цветоносом это ничего страшного дело в том что у меня приезжала виолашка если кто помнит там тоже был каратюсенький цветоносик видите я очень довольна что еще и с цветоносом оказывается она еще и цвела и даже вот видите один сухарик торчит и с другой стороны под цветоносом зелененьким еще отрез идет пенечек значит два цветоносика было и растение уже несмотря на то что в размере 2 и 5 она уже хорошенько процвело то есть третий цветоносик я надеюсь он не слишком пышно процветет ну будем ждать как то так может знаете как бывает такой случай что цветонос замирает и очень долгое время спит а потом просыпается через какое-то время после адаптации там бывает и месяц и два и три проходит ну а бывает даже ими и полгода сидит растенька и никак не реагирует на этот цветонос чтобы процветить ну сюда потому что у него и корневая листовая масса хорошая да то вполне возможно долго цветение ждать не придется ребятушки растение я уже вытащила мох убрала мох кстати я сейчас обработала спиртом полностью залила его так чтобы он мокрючий был оставила просушивать может быть еще вторично использую просмотрю его еще раз тоже на момент вредителя сейчас растение останется на просушке мне к сожалению нужно убегать и к сожалению я к посадке сегодня не вернусь я уже подготовила и горшочек и керамзит промыла сейчас над салфеткой растенька посушится до вечера если уже сегодня не доберу значит завершу по свой процесс посадки завтра и так я уже приготовилась к посадке шоколадки уже прошли сутки я сейчас предварительно еще немножечко вымочила корешки сами уже не полностью растения сами корешки и уже растенька требует посадочки как вы видите я уже приготовила горшочек керамзит также я приготовила уголь и кору но тут уже есть все идет в перемешку и также на дне там еще есть камешки лечу за чуть-чуть серомисом то есть совсем чуть-чуть и сейчас будем все это уже засыпать предварительно я сначала вы посмотрели посмотрела уровень то есть по уровню как раз меня все устраивает и мне все нравится то есть она будет и не сильно возвышаться над субстратом но и не сильно углублено будет то есть за шейка я буду замечательным образом на а а а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну вот, посадочку я уже завершила Сейчас я пролила ее немножечко И оставлю на 5 минуточек Мне уже нужно убегать Быстро в скоростях я успела ее посадить И давайте посмотрим, какие корешки Кора у меня была в перемешку Мелкая, средняя и крупная И плюс еще чуть-чуть Личузы Серамиса И даже где-то я видела Вот кусочек циолита попался Давайте посмотрим, как расположились корешки Это что у нас тут попалось? Такое интересное Странно А, это Брак Горшочка Все, я поняла Так, вот у нас корешки вот здесь расположились Сейчас, конечно же, горшочек запотел Потому что тепленькой водичкой поливала Вот Сейчас я тут одну палочку уберу Вот так Она мешает И немножечко буду, конечно же, смотреть за Как говорится За шейкой Я сильно старалась видеть и мхом не укутывать Чтоб можно было за шейкой наблюдать И где еще у нас расположились корешки Вот они, замечательные корешочки Тоже видно Села растенка очень отлично по уровню Мне очень все понравилось Так что Будем наблюдать Тут было, конечно, немножко повреждения Вот Это черная чешуйка просто Чешуйка И тут было чуть-чуть мех повреждений Видите? Я уже позже обратила внимание Когда уже вымачивала растения полностью Ну, это так, знаете, как царапинка Давайте еще раз посмотрим в пазухе Сейчас после мха Я когда вымачивала мох Тут не видно Есть что-либо или нет Зубочистками все почистила Спиртом заливала Ну, еще через пару дней Пройдусь Сделаю осмотр И, естественно, посмотрю Есть ли что-то там или нет Вот эти частички мха Иногда как забиваются в пазухе Не поймешь Сидит там кто-то Или это просто обман зрения Бывает и такое Это кто-то вылез Пишите в комментариях Буду тщательно рассматривать Ну, так или иначе У меня растение все равно будет на карантине И на тщательном осмотре К вредителям я очень серьезно отношусь Действительно И стараюсь Всякой бякушки не пропустить Так, растение практически вымочилось Обычно я делаю не так Водичка слилась У меня дело в том, что через два дня будет полив Я ее особо так вымачивать не буду Я ее и так уже и полностью погружала И корешками отмачивала Так что ей всего более чем достаточно Пока месь она супер напилась Вот На этом я ролик завершу, ребятушки Желаю и вашим растяжкам быстрой адаптации Если вы получали новинки Жирных вершков и корешков Или же если цветение То пусть оно будет ярким Выразительным и пышным На этом я ролик завершу С вами распрощаюсь До новых встреч Пока-пока